Добрый вечер, у эфира программа новинный тыдня на телеканале Беларусь Шатыры. У студии працуя Александр Гамоля. Глядите у выпуску. На этом тыдне полностью сформированный Беларуский парламент. Стали вядомые имены депутатов Палаты Прасставников и членов Совета Республики. Сегодня свое профессийное свято означают работники лесной господарки. Гомель отзначил 874 день народжения. Зараз об этом и иншим больше подробязно. На этом тыдне полностью сформированный Беларуский парламент. У понеделок стали вядомые имены депутатов Палаты Прасставников, а у авторок вызначилися члены Совета Республики. Кто вошел в законодавчую палату от Гомельщины, расскажет Сергей Нияревич. Трехмесячный марафон выбора у депутатов Палаты Прасставников в Беларуси завершился в ночи 12 вересня. Прикладно, утре годины имены новых беларуских парламентариев у Гомельской области были уже вядомы. Международные наглядальники признали выборы полностью легитимными. У нас нет никаких замечаний к проведению процедуры. Выборы, безусловно, легитимны и проведены очень на высокой профессиональной организационной основе. У нас было время очень внимательно ознакомиться с работой участков, беседовать с людьми, причем с любым человеком, который находился на участке. Начиная от руководителя, секретаря и членами избирательных комиссий. Мы беседовали с людьми, с избирателями, выезжали там, где были голосования на дому. Никто никого не заставлял, ничего. Как там голосовать, за кого голосовать. Высочайшая организация на всех участках. И следование в бутве затона во всем. Агитация, стенды, информация. Такую высокую оценку отримать было непросто. За три месяца у регионе сделана великая работа. В область поделили на 17, а круг створили 1038 выборчих участков. У списа для голосования было унесено больше за миллион 100 тысяч выборщиков. Колькость мясцовых назиральников, які отсочивали ход выборов у регионе, складала больше за 7 тысяч человек. Працовало так само 100 назиральников от СНД и АБСЕ. На место у парламенте от Гомельской области претендовали 65 человек. Згодно с даденными областной выборчей комиссии, у делу выборах на Гомельщине приняли 829 505 человек, ці 75,39% выборщиков. Наш регион у законодавчим органі країны прадставять 17 человек, а маль треть з їх жанчыны. Один прадставляє політичную партию. Середній узрост гомельського депутатського блоку 49 с половой годов. 100% мають высшейшую адукацию. По роду своєї дійності 7 чоловік представляють 9 депутатський корпус, 3 – виконавчую уладу і аж 4 – соціальну сферу. Два простовніки в творчості, один будовництво і один силовік. Победітелі во всіх 17 округах получили, значит, більше 50% голосів избирателів. Несмотря на те, що сьогодні порог, вот этот 50% і відсуттє, а победителем признається, значит, кандидат, получивши прямое большинство голосов і избирателів, выборы пройшли з заявним преимуществом, то есть тех или иных претендентів. У Верхнюю палату Беларуського парламенту воходять 64 сенаторы. Мясцові совєты і Мінські городські обірають 56 членів, по 8 – от кожной в області і Мінска. І аще 8 сенаторов призначає президент. У голосуванні на Гомельщині приняли удел більш за 400 депутатів з усіх районів в області. Яны выбрали 8 чоловік. Сенаторами ад нашого регіона стали начальник Гомельського отдеління Беларуській чыгунки Рыгор Дворак, генеральний директор Беларуснафты Александр Ляхаў, гендиректор Гомель Аболдар Буду Ігор Кравчанка, головний урадж Гомельській клинічной больніці номер один Олег Ядранцав, директор середній школы номер 16 Мазыра Оксана Ковалькова, директор сельгазпродприємства «Звязда» Чачырського района Галина Трибунах, головний редактор Жлубінській газеты «Новый день» Галина Мельнікова, перший сакратар Центрального комітету БРСМ Андрей Белякоў. Самая главная задача теперь стоит перед нами. Все то, що вложено в сельськое хозяйство, щоб ми це не растирали, щоб ми це все приняли і з цим всем работали дальше. Все зависит от нашого труда. Есть ли основные задачи, їх как бы много, которые необходимо решать уже сегодня. Даже Александр Григорьевич Лукашенко говорил на Пятом Цибелорусском народном собрании, что только за один год, 2017 год, принято около 160 новых законодательных актов, которые помогут стране развиваться лучше. Они касаются конкурентноспособной продукции и развитию образования как на международном уровне, так и включать профильное обучение 10-11 классы, инклюзивное образование. Поэтому вопросов еще очень много, которые нужно просто продолжать развивать и решать. Основная функция Совета Республики – принятие або отхиление проектов законов, які подтримала Палата представников. Выники выборов будут подведены не позднее, чем 30-го вересня. До этого часа отбудется так сама регистрация выбранных членов Совета Республики. В Гомеле прошел пятый Белорусско-финляндский экономичный форум. Его удельниками стали представники широкого финских компаний, керавництва Министерства замежных справ двух краин, органов местовой улады. Подробностей этой и инших подей экономичного життя региона у оглядя Марины Северьяновой. Интересы финского боку до белорусской экономики связаны с супрацовництвом у энергетици. Тут у финнов есть колоссальный опыт. Цекавость выказывают так само до древа працовки сельской господарки. Сред перспективных направлений партнерства называют и перепрацовку коммунальных и промысловых отходов сельско-господаршая машинобудование IT-технологии. Здесь в Гомеле конкретно у нас есть интерес к сотрудничеству в рамках свободной экономической зоны, с которой у нас уже налажены отношения. И мы надеемся, что нам удастся их развивать. Гандлевое экономичное супрацовництво помеч Беларусью и Финляндой носит взаимовыгодный характер. По выниках минулого года товарооборот склау свыше 100 миллионов долларов США. Пятая частка приходится на Гомельскую область. Свою продукцию Финляндую поставляют у тым лику Централит, Беларусский металлургичный завод и широк приватных компаний региона. Дарежь, стальная катанка БМЗ признана лепшим будавничим материалом у нашей краине. Предприемство отримало диплом переможцы республиканского профессийного конкурса «Лепший будавничий продукт года-2016». У лику основных критерий означилися запотребованность продукции на рынку, отсутность претензий по якости и наявность становочих водуга у клиентов. Нагадаем, стальную катанку вырабляют у новым сорта прокатным цеху. От вытворчасти будавничих материалов до будавничества в целом. У Гомеле з'явится новый микрорайон, а некоторые из иснующих протягнуть-ушчинять. В управлении капитального будавничества стверждают, что побудуют столько жилья, сколько потребно людям. При этом для тех, кто стоит на улику для поляпшения жильевых умов, предугледжена минимальная надбавка до себе кошту квартиры. Новый микрорайон з'явится побачь с улицы Федюнинского. Там побудуют амаль два десятки шмат поверховок. В этом году проведут инженерные освоения пляцовки, в наступном узведут первые домы. Протягивается будавничество от Шаргового дома и по улице Барыкина. Во управлении капитального будавничества еще можно подать заяву на включение в состав его дольщиков. Свободной застается третья частка квартир. В будущем на этой улице з'явится еще около 20 домов. Свободные места ограничены. Мы заканчиваем микрорайон 59-й, заканчиваем наш традиционный 46-й микрорайон, 104-й будем заканчивать микрорайон. И дальше смотрим на уплотнение. Это сегодня улица Барыкина. Не только правая сторона рассматривается снос. Сегодня как ДСК заказчик, он смотрит в левую сторону снос. Тоже от частного сектора. Эта улица смотрим, по леску присматриваемся к этой улице мы тоже. Отзначим, держпотрымка жилевого будавництва продугледжена проектом бюджета на будущий год. Гэта работа по ранее выдаденных кредитах, а так само выдача новых. У основным шмадзетным семьям, яке стоят на улику для поляпшения жилевых умов больше к три годы. Для кредитования жилевой программы будут заденнешены уласные сроки Беларусьбанка у померы свыше 50 млн рублев с компенсацией процентов з республиканского бюджета. З уліком початку нового навучального года актуальными стали кредиты на навучання. Их выдают им лику Беларусьбанк. На кредит можно различовать при отримании первой высшейшей эдукации на дзенном отделении. При чём распавсюдживается и он на студента усіх винов у Гомеля. Умова, наявность у студента альбо его батьков постоянной крынице доходов. Улечивается так само сукупный доход семьи. Среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи исчисленный за 12 месяцев предшествующих месяцу подачи заявки на кредит не превышает 350% бюджета прожиточного минимума определяемого средним на душу населения. Процентная ставка устанавливается в размере 1,2% ставки рефинансирования Национального банка. На сегодня ставка эта составляет 9% годовых. Ставка не фиксирована, она плавающая. При изменении ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь ставка меняется по договору. Так как этот кредит целевой, он предусматривает предоставление документов, подтверждающих окончание учебного заведения. В течение 10 дней после получения диплома необходимо предоставить банк его копию. Максимальный термин погашения 10 годов. Например, кредит оформляется на самом початку навучения. Поколь оно продолжится, выплачивать треба только проценты. А на протягу 5 годов, после закончения университета, основную сумму. При этом кредит можно взять в любой момент навучения. Сегодня свое профессийное свято означают работники лесной господарки. Это год для Галины Знаковы исполнился 80 годов с дня створения органа кирования лесной господаркой Беларуси. С этой нагоды сопрацовникам и ветеранам областного лесогасподарчого объединения уручили гоноровые знаки. С какими вытворчими покажиками лесоводы подошли до своего профессийного свято? Какие меры принимаются для того, как поберегчи леса от пожаров? Об этом у актуальному интервью расскажет генеральный директор Гомельского державного вытворчого лесогасподарчого объединения заслуженный лесовод Беларуси Михаил Супрун. Здравствуйте, Михаил Петрович. Я хотела бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником и, конечно же, всех работников лесохозяйственного комплекса и пожелать дальнейшей успешной работы. Спасибо. Михаил Петрович, что бы вы хотели пожелать всем сотрудникам лесохозяйственного объединения в их и ваш профессиональный праздник. В первую очередь я хотел бы пожелать всем труженикам лесной отрасли, нашим смежникам, нашим коллегам здоровья, благополучия, успешной работы, чтобы все планы сбылись, чтобы мы совместно хорошо работали на благо родной Гомельщины. И хотел бы особо поблагодарить наших ветеранов, ветеранов отрасли, здоровья, благополучия им. Это благодаря их труду заложено богатство нашей области. Это 45% лесов, лесистости у нас в области на сегодняшний день. Но ни одно поколение работало, поэтому низкий поклон и искренняя благодарность от нынешнего поколения. Михаил Петрович, что касается хозяйственной деятельности предприятия, реализации крупных проектов, то с какими результатами лесохозяйственный комплекс сегодня подошел к этому дню? Наша основная задача — создание новых лесов. Так как мы лесоводы, в первую очередь, созданы было более 5000 гектаров новых лесов. Инвестиционные проекты — это у нас практически в каждом лесхозе, в цехах, произведена модернизация деревообрабатывающего оборудования. Мы закупили новую технику для заготовки и подвозки древесины — хорвестеры и фарвардеры за прошедший год. Этой техники у нас сейчас уже достаточно, чтобы мы могли механизировать этот процесс. Кроме того, обустроены многие конторы лесхозов, лесничеств. На сегодняшний день мы завершаем строительство двух контор — это в Хойницком лесхозе и в Будокошелевском лесхозе. Все производственные показатели Гомельское объединение выполнило достойно. На 100% все показатели мы выполнили и получили вчера буквально на торжественном собрании благодарность от министра за проделанную работу. Но у нас в этом году серьезная проблема — бурелом. Это никогда такого не было, что около 4 миллионов кубометров повалено древесины. в том числе у нас по области 240 тысяч кубометров. И мы оказываем помощь в Червенском и Смолевицком лесхозе 275 тысяч. То есть 18 лесхозов наших работает там. И хотел бы сказать, что у нас в области вот эти 240 тысяч мы тоже должны заготовить до 1 ноября. Эта задача поставлена и правительством, и министрам. И мы эту задачу выполним. Лето и начало осени выдались засушливыми в регионе. Благодаря каким мерам удается держать ситуацию с лесными пожарами под контролем и не допустить крупных возгораний? К сожалению, мы уже привыкаем, уже не первый год к такой жаркой погоде. И ежегодно мы проводим профилактические мероприятия. Я хотел бы поблагодарить наших коллег Министерства по чрезвычайным ситуациям, наше областное управление, на местах районные подразделения МЧС заказанную помощь, местные органы власти. Благодаря совместной работе, только совместной работе с местными органами власти, с подразделениями МЧС удается эту ситуацию держать под контролем на сегодняшний день. К сожалению, уже по Гослесфонду это около 90 вспышек произошло в этом году. Были попытки вспышек у нас и в Милошевичском, и в Лельчицком лесхозе. Но кроме того, вот Брестской области есть, с Украины есть, мы облет был произведен, несколько чагов горит по границе с Украиной. Но чтобы предотвратить проникновение пожаров с Украины, нами проведены профилактические мероприятия, то есть минерализованные полосы поставлены, камеры видеонаблюдения, мы уже заранее видим в соответствии с поручениями правительства и министра, мы эту работу провели вот в этом году, чтобы не допускать еще больше. Держим. Но и население, я думаю, уже стало более сознательно на сегодняшний день, понимает, что это очень серьезная угроза, серьезные проблемы и затраты большие для тушения больших пожаров и ущерб. Создать новые леса, это уже дорого стоит, поэтому я думаю, что население все-таки понимает и будет дальше понимать. И я благодарен им, что они поддерживают нас в плане оказания помощи в тушении и ликвидации и отшагу возникновения пожаров. Михаил Петрович, спасибо, что уделили нам время. Благодарю вас за интервью. Спасибо большое. Выставы, презентации, интерактивные пляцовки, конкурсы и гостевни. Гомель отзначил 874-й день народжения. Усягол программа святкования, но больше, как 50 мероприемств, которые разгорнулись во всех районах. Головные урочистости прошли на площади Ленина и центральных улицах Раницей. С места падения, репортаж Наталья Игнатенко. День народжения Гомеля – знаменальная падения. Как для города в целом, так и для каждого его же хора по особку. Массовые святы объединяют, дают почутствие едности и дочинение до лесу малой родимы. До того же селета День города с упал с проведением 8-го международного фестиваля хореографичного мастатства «Сожский карагод». А тому початку святочной колонны, что пройшла по центральной площади Гомеля, крочили удельники танцевального форума. Яны открыли свято яркими запальными номерами. Свет творчасти шмат гранны, як палитра мастакам. Церемонию открытия Дня города раскветила видовишная композиция с розноколяровых ниток, якими удельники выткали одиное полотно свято. Гэтое переплетенье символизует переплетенье леса у людских, нарожая у сердцах почутствие взаиморазумения и сяброуства. От имени 300-тысячного города я поздравляю всех гомельчан с вашим днем рождения, с 874-летием. Желаю успехов в просветании Гомелю. Желаю здоровья и успехов каждому жителю Гомеля, потому что гомельчане – это основное богатство города. Основное. А потом уже фабрики, заводы, пароходы. Я уверен в том, что у нас есть прекрасные перспективы. От имени всех горожан наших и от имени всей Грузии поздравляю город Гомель с праздником, День города. И нам очень приятно здесь присутствовать, потому что мы здесь нашли второй наш город по дружелюбию, по гостеприимству и по всем тем, которым не только славятся грузины, но уже, я думаю, славятся и белорусы, и Гомель, город Гомель. С праздником вас, гомельчане! Святы национальных культур под открытым небом – так сама частка программы Дня города. Захование историко-культурной спадщины, развитие народных традиций и поддержка творческих инициатив. Угод культуры – это особливо важно. У центральной части города на ведвольника упрымала белорусская гостёня, фестиваль «Спакус» – «Смак на любой густ». На оригинальных подворках с белорусским колоритом ладили дегустации, готовали стравы по стародавних рецептах. На протягу дня працевали выставы, аттракционы для детей, ладили все театрализованные шоу-программы, концертные марафоны. Кожный, кто пришёл на свято, знайшоу нечто цикавое для себе. Приехали из Туркменистана. Нам очень Гомель нравится. В общем, Белоруссия нам нравится. Тут люди такие гостеприимные. Они очень хорошие, добрые. Мы все, которые гомельчане, поздравляем сегодняшний день городом. Ну, желаем там удачи, счастливых. Счастливо, чтобы всё было хорошо в этом городе. Мы сегодня просто жители города нашего любимого, старинного города, где много национальностей, много народов. И сегодня большой праздник. Праздник нашего города. Желаем всем счастья, добра и любви. Свои спортивные достижения любимому городу в этот день просвятили удельники экстримспоборництва самый мощный гомельчанин. Яны переносили тяжкие бутли с водой, тягнули трактор, подымали стакилограммовую штангу. В том году попробовал, понравилось, стал четвертым. В этом году хочу улучшить свой результат. Ну, тоже финал, как бы. Осталось четыре человека. Хотя участников говорили, много будет. А оказалось, немного, шесть, по-моему. Всё, на время, как бы, на количество раз, как будет. Представницы прыгожей половы от мужчин не отставали. Принять уделу традиционным забегу на абцасах могли тяучины старейшая за 18 год. Одинная умова – туфли с абцасами не нижайшими за 7 сантиметров. Прыгожая спрынтерши выпробовывали себе на дистанции у 60 метров. Пераможца с поборництвау отрымала путевку на горнолыжный курорт. День города объеднал людей розных краин и национальностей. Подарил незабывные уражения и добрых сябров на долгие годы. Наталья Игнатенко, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». У «Гомель» завершился 8-й международный хореографичный фестиваль «Сорский карагод». И он стал самым масштабным за всю историю его проведения. У «Гомель» приехали танцоры с больше 20 краин Европы, Азии и Полночной Америки. Огляд святожных падей в материале Настаси Кучинской. Три дни «Сорского карагода» прилетели незауважно. У нас, дается, мы только знакомились с конкурсантами, и вось они уже отрымливаются с нагороды на гала-концерте. Сярод пероможца, уайчины, коллективы, гости с замяжи. Голодных номинаций четыре – народно-сценичный, фольклорно-бытовый, эстрадный и субшастный танец. Дарыши «Сорский карагод» – один и форум Беларуси, який оценивает не только танцевальное майстерство, а и балет-майстерское. У нас самые приятные впечатления от этого и города, и от фестиваля. Мы на нем достаточно много слышали в свое время, вот впервые на него выбрались. Мы очень счастливы поучаствовать в таком масштабном действительно мероприятии. Нам очень приятно, что мы получили возможность сюда приехать. Фестиваль – это беспрекорно сделано, беспрекорно организировано. Это практически два фестивала. Один фестиваль – это караградский фестиваль, а второй – это День города, города Гомеля. Интересно и красиво сделано, красиво организировано. Город круто. Город очень понравился, да. Не знаю, не ожидали даже. Очень красиво и интересно. Перший сурский карагод у Гомеля завели в 97-м году. За годы проведения фестиваля в делу им приняли больше 16 тысяч человек. Это люди из разных краев света. Все летний фестиваль стал самым масштабным. Грандиозной стала церемония открытия. Над постановкой працавала целая команда хореографов на шале с главным режиссером Пятром Свердловым. Перед гридачами поустарлася правдное театральное шоу, наполненное магией мастатства. Только от детячей хореографичной школы Гомеля на поле вышли 500 детей. Плюс некольки сотню студентов ВНУ. Гости фестивалю и шматлики танцевальные коллективы нашей в области. Некольки тыдня успотребилась, как каждый особенный удельник стал часткой одинного механизма. Репетиции проходили очень долго. Поначалу было как бы непривычно. Мы уставали очень сильно. Было очень жарко. Да, было очень жарко. Постоянно хотелось пить, кушать и все такое прочее. Но потом как бы влились в коллектив и познакомились со всеми. Уже весело проходили репетиции. Все было под контролем, нормально. Как огромный единый механизм. И ты такой винтик, от которого зависит в принципе многое. Ну хотя даже если тебя и уберут, кажется, что может быть и ничего не изменится. Но в то же время это приятно, что тебя пригласили на мероприятие именно такого масштаба. Ну и ты, значит, что-то значишь в этом мире. А малькожный особный номер шоу выкликал овации и захопления. На поле вышли представники Беларуси, России, Украины, Грузии и инших краин. Это был свой особливый танец обрауства, який увасаблял агульную справу на корысть у всех народов. По-своему захопляльной была хорография кожной нации. Проникненная белорусская, атмосферная прибалтыйская, цена полненная сенсом корызкая. Национальные особливости, мастерство и профессионализм у дельники демонстровали подчас конкурсного прогляда. Каб вызначить лепших, строгая жура два дни оценивала претендентов. Какие костюмы, какая музыка, какое качество исполнения, какое качество постановок. Это все можно объективно обсудить и объективно оценить. За каждое из разделов параметра выставляется определенная оценка. Она суммируется, а потом суммируется наше общение. Неотъемная и одособленная частка сожстка к караходу – международный турнир по спортивных бальных танцах «Золотая рысь». Все лета юн собрал около 500 танцевальных пар с 13 краин свету. У чемпионате приняли удел профессионалы, які выходят в топ-50 свету по спортивных бальных танцах. Их это факт подтяжая высокий рейтинг с поборництвом. Мы приехали из России, если быть точным, из Дальнего Востока, Хабаровска. Естественно, волнение присутствует, потому что все-таки международный турнир. Пары представляют многие страны – Испания, Великобритания, Россия. Это реально вызывает очень много эмоций. На выняковой пресс-конференции организаторы и журы форума подкресливают. С кожным новым фестивалем узровень престиж и значение сожстка к караходу узрастают. Это форум державных значения. Адметность сожстка к караходу узахаванье и развитие традиции фольклорной творчести. А еще это пляцовка для налаживания новых профессийных совезей. Много из Украины, из разных областей обращаются ко мне с просьбой найти коллективы из других стран. И очень почему-то интересует Белоруссия, Гомель. Я не знаю почему, но очень интересует. И вот я прислала номера организаторов для того, чтобы иметь связи с Харьковом, с Киевом, с другими областными центрами. Восьмый фестиваль показал, что сожский караход профессийно вырос. Хоть расти я шиюсь куды. Але про форум шують, ягу ведають, на ягу имкнуться трапить. То, что удельники готовы передолить тысячи километров, каб высти на гомельскую сцену, значить многое. Все те надежды, они оправдались. Все те коллективы, на которых мы как бы видели что-то, прекрасные коллективы, мы сделали как бы на них какую-то ставку определенную. Мы увидели в них какую-то изюминку. Они довольно успешно показали себя. Настасья Кучинская, Дмитрий Радянко. Телерадио «Компания Гомель». Одным из центральных мероприемств у Дня Города стал трехгадинный концерт на площади Ленина. Организованный телерадио «Компания Гомель». Шоу супроводжала живая музыка, размову с публикой, конкурсы вяли популярные телерадио ведущие. Катярына Сапельникова, Володая подробностями. Песни, танцы, конкурсы. Так гомельчане веншовали город разом с телерадио «Компания Гомель». Глядачы Головного телеканала в области «Беларусь-4» и фанаты радиостанции «Гомель-Плюс» и «Гомель-ФМ» собрались на площади Ленина. Шоу открывали Александр Лупиненко, ведущую программу «Добрый вечер, Гомель» и Олена Троценко, ведомые всем по передаче «Вучимся размовлять по-беларуску». Творчие номеры, народные танцы и популярные песни. Лепшие коллективы из всей Беларуси дарили гомельчанам святочный настрой. Спасибо вам огромное за приглашение, на самом деле. Очень приятно, что вы зовете. Мы с радостью приезжаем всегда в ваш прекрасный город. Нам здесь нравится. Очень. Танцы для самой сцены подарил кавербэнд «Дэк Дженнелс». Хиты опошних годов у оригинальной працовцы пришлися по души кожному. Шикарная праздника, нам очень нравится музыка. Это шикарный концерт. Люди улыбаются, веселятся, мы танцуем. Очень весело все. После этого гомельчан витали ведущие радиостанции «Гомель-Плюс» и «Гомель-ФМ». Их выход запомнился займальным, сытым конкурсом. Вероятно, удел уим хотел принять кожным. Три, четыре, поехали! Подожди, боже мой, подожди, подожди! Подожди, подожди! Подожди, подожди! Подожди, подожди, подожди! Подожди, подожди! Подожди, подожди! Сотню смешек с уместной песней, горячей танцы, навод холодная на дворе не смогла сапсовать гомельчанам свято городом. Катярына Сапельникова, Михаил Рабко, телерадиокампания «Гомель». И об спорте. 21-го вересня отбудутся матч одной восьмой финала Кубка Беларуси по футболе. У гэтую стадию пробелись два представники нашего региона. Гомель-Шигун-Транс и Мазырская Славия. Путелку у четвертьфинал командам треба будзе аспрэчвать у вочным поядынку. Гуня отбудется на поле стадиона «Сдюшар-8». Об инших значных падеях у спортивном житте региона у наступные «Семь дён» расскажет Максим Самин. Протягнем темы футбола. У первой лизы чемпионату Беларуси на наступных выходных отбудутся матчи 20-го тура. Гомель-Шигун-Транс в субботу сгуляет на выезде за шмянами. Светлогорский химик будет принимать зорку БДУ. В неделю футбольный клуб «Гомель» на стадионе «Центральный» сгуляет со Слонимом. Насычным будет наступный тыдзен для хоккейного клуба «Гомель». У автора Крыси у Гродна згуляет з нема на первый матч по финалу Кубка Салея. После наших хоккейстов чекая вояжу в столичную регион. 22 вересня «Гомель» у рамках чемпионата Украины згуляет з юнацтвам. Прас два дни у Солигорску поядынок с «Шахтером». Злобинский металлург так само на выезде згуляет з тыми ж коллективами. У четвер з горняками, а у суботу з юнацтвам. У сяроду жаночая команда гандбольного клуба «Гомель» на своем паркете будя примать дебютанта чемпионата Украины столичную команду БНТУ-2. У суботу на гэтай же пляцовце знов будя гандбол. Мужчинская команда гандбольного клуба «Гомель» сустренится со своим принциповым соперником по чемпионате «Скаминск». Усе на трибуны, а бедзьвым нашим командам необходна патрымка. У черговый мини-футбольный уикенд команды згуляют четвертый тур чемпионату Беларуси. В РЗУ «Гомель» сустренится со столичным дорожником. Светлогорский ЦКК чекает у гостя Барисов 900. Быча на выезде сустренится с Могилевским фортом. Агрокомбинат «Паудневый» поспробует взять очки у гостявым поединку с Микашевицким гранитом. Максим Савин, телерадиокомпания «Гомель». Гэта и иншая новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.civergomel.by. На гэтым выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин